Что? Идем? Да Зашли до магазина, хотим что-то купить, а мы будем носить Ты что? На что ты желаешь мне? То я возьму сейчас, на, Ника Цикпуха, блин У меня Лолика, я капустинка, смотри О, кстати, да Тебе пипец, блин Прикинь, блин Пошли по водичку, по морозному Да У меня, кстати, ты кусал сливка ленивка Вот эти вкуснее, чем джак Ты не пробовала? Нет Сливку ленивку, чем ты не пробовала? Нет Очень вкусно Блин, такой щас, а у нас конфеты есть? Смочнее? Файней? Конфеты? Да ладно У нас Вот эта штука, кстати, классная Я бы съела вот такую елку в детстве Мне вот такие очень нравятся Казинаки Безинаки Но можно зубы сломать Потом будут, блин, кази в сраке, блин В томат кабинете, блин Какая в тебе платьечко Да, я приличная Ты приличная Да Ты чистая, блин, дама из Сильпо Чика Чика из Сильпо Давай купим насиня Красного насиня А? А? О май гад Аааааааааааааааааааааааааааа Диви, что тут еще есть? Давай сцюлянамо Купим мне что-нибудь Какая-то фигня Ну что ты хочешь? Диви, мы можем взять сумку Так, зачем? Добру сумку Какая-то еще Ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа А, это резинка с сушками. Прикольно. Хочешь мне купить? Нет, не хочу, просто смотрю. Я без денег. Что я тебе могу купить? Ну давай я тебе что-то куплю. А ладно, надо мне что купить. А что это такое? Это, не знаю. Набир декоративных... А, декоративные камни. Пошли возьмем с насильник. Чувствуешь? Сейчас. А что ты вся лапаешь, блин? Получишь, блин, корону. В этой зоне. Алло. Какая ты будешь? Я, наверное, буду сока. А я... Ось уже розовый морозовый. Те, який ты любишь. Нет, я хочу сока. Сока? А сока ты хочешь? Ха-ха-ха. Ну бери. А мне тогда обычный стаканчик. Хорошо. Ну, тата, я хочу. А ты? Такий? Да. Мажина? А мне 8 шоколадный обычный. Какой? Ну, стаканчик. Вот этот. Да. Вот этот, да. Обычный, я думаю. Ну а что, я больше ничего такого не хочу. Друзья. Сейчас сейчас с Никой идем снимать в видеоклип. Ну, в общем, не в видеоклип. Ну, подивитесь сейчас сами. Сейчас подивитесь сейчас с нами разом. Что это будет? Я уже подготовил айфон. Буду на 12 снимать. Но так вышло, что мне подзвонили. Да не попередили. У меня вообще 36% заряда аккумулятора. Пауэрбан? Да. То есть есть пауэрбан, короче. Никому не дала. Вкусный жиланка, да? Да, вкусный тоже. Сейчас будем снимать. Буду снимать на айфон, а там подивимся. Сейчас буду снимать их, как они танцуют. Они хотят патриотический ролик. Вже воды они сделали, но снимали они сами. Думаю, надо допомогти хлопцам. Девчата творче. Девчата творче. У меня есть мазончик. Я, 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 я. Я, 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 я. Я, я, я. Девчата. Видите, вот она, ловочка. Буду ли. Буду это они, да? А сейчас мазончик с рукой, то вообще будет темы нет. И такие вся красивые. Девочки все накрученные. мальчики все такие как Ох, нифига себе Воно страшно из-за того, что они просвещаются Понят? А який тут поверх, если туда залазить? Десь примерно... Тут два и там четыре Шестой Десь шестой примерно Ой-ой-ой Или седьмой Ну сейчас попробуй Сюда с собой взял на заметку, да? Да, думаю... Мой путь, майкам Да, майкам, точно Это же никого тут не было, вот как раз Нет, так я в натуре, я никогда в жизни тут даже сюда и не залазал Я виступал тут сколько на сцене, но никогда в жизни вообще даже и не был тут Это в этом году Тут? Да Возьмите, обязательно в кучу закриешь, так что ты не придешь двери, ладно? Ага, добре Я потом приду и закрию Да-да, тут Сюда, давай, вот сюда Да-да-да, я так и вылезу Я думал вообще лезти, аж туда-туда Не-не-не Я туда не рискую Ну а вообще по идее можно, да, тут и залезти? Давай лезем дальше Шо? Ну короче, думаю все Угу Ну да я могу тут снять Только надо, чтобы музыка была чутна Музыка потом все равно будет Друзья, забрался на саму таку, ну на саму високу точку, но сейчас снимаю клип И биле своего прапора, украинского прапора, и это видео из Украины Дуже классно, сейчас на крыше стою Сейчас будем снимать видео Это будет такая локация, точка Точка, где я буду снимать с верху Будет очень интересно У нас ребята уже готовы Будет классно, Ника сидит там в углу и будет включать Класс Рапор Наш единственный украинский прапор Вон стоит Классный такий дубль знали, подивимся, что воно выйдет, я допомогаю Друзям снимать патриотичный ролик На украинскую тематику, на пісню украинскую Подивимся, все снимаю на айфон 12 про макс, подивимся, как воно будет Мені самому интересно Одному тут скучно, честно говоря Але я никогда тут не был По крыше палази тоже добре Опа Ух Як тут Так Сначала сюда Затем сюда Ох Подписаться прислала на айфон, чему включил камеру Комент в инстаграм Может вам будет видно Надя Лекс Пилінеферит Пилінеферит Переважно ставлять всім вагітним Тому що дитина росте І дави на нирки В мене так було з першою дитиною Пішла до невролога Слухай Ти щас офигеєш Пішла до невролога А він козьо Почав кричати Все, ти що Ти вмреш Тобі що дитине не шкода Я була в шоці Потім вийшла Подзвонила своєму гінекологу Вона каже лягати в лікарню Я в шоці Я в шоці Стрес Поїхала Дякую тому лікарю якого медсестра порадила Пришла Він каже Здайте аналіз сечі І зроби УЗД А мені вже перед тим наговорило Що треба трубку ставити Я тому лікарю розказую А він каже Тебе щось турбую? Кажу ні Він подивився аналіз УЗД І каже Все добре Попити канифрон Та Що висновок я зробила Що треба кучу лікарів пройти І вони кажуть по-різному А тепер Треба шукати тих Хто дійсно лікар А не так для галочки Бачиш П'єш, так, канифрон? Надя, дякую за комент Вот так у мене, да Мені теж кажуть Мені теж кажуть Що я тут чуть ли не при смерті Мені срочно Нужно ложиться в больнице Все очень плохо При том, що я себя Хорошо чувствую У мене нічого не болить У мене воспалення почек С 9 лет І я прекрасно знаю Як я себе чувствую Кога у мене воспалення почек У мене нічого не болить Все нормально А вони мені кажуть Що я чуть ли не умираю Хоча на УЗ почек Мене ніхто не посилав І почечні аналізи на почечну пробу У мене теж ніхто не брав З чому вони вдруг решили Що у мене воспалення почек Я не знаю Так а ти прикинь які ці відео полезні Скільки ось так щас вагітних жінок Не знають що робити І тільки оце дивляться наше відео Вони чують відповіді На свої питання Та да ми реально Люди діляться Де так люди поділяться Вагітні жінки Це піпец І не знають що хуже лечиться І не знають що хуже лечиться І не лечити Віолетта написала Привет Женя У мене из-за хронического воспаления Пришлось на 26 неделе Экстренно делать кейсерово сечення Будьте осторожны Контролируйте анализы мочи Давление Будут вопросы пиши В анализе мочи Важна контроль белка Если он повышается То обязательно нужно лечить У нас с белком все нормально Все добре Слава Богу Віолетта дуже дякую Це піпец Так у мене все нормально Ну вот и пойдем еще в понедельник Я думаю он пошлет нас на анализ Ну все здравствуйте У нас ванночка детская для мальчика Если вам нужно можем отправить Вот такая Ванночка не знаю Прикинь И памперсов потом уже нахупить А так в принципе у нас все есть Блин все конечно коменты Так поначитываешься Блин Я все мажу блин на свои раны Вид доволок Я уже крем только не мажу Тики чем я не мажу Уже и живок Не живокос Как и называется Судакрем От бабушки еще остался А ты только один день помазать Ну там еще какая-то Надо гепариновую мазь Кажет Так все хорей Мене помешать Женя просто хочет Эту Волшебную мазь А я еще бровки не пощипала тебе Соби щипаю Ну надо же Хлопцы Оце мене выщипывать брови Ну я только те которые торчат У тебя пара волосочков есть Такие Давай почем Ну давай Почнем А у нас есть чай Я тебе сказала Купи чай Женя Есть черный вкусный ягодный чай Дуже вкусный А может тебе зробить Это который я привезла В пакетах? Есть в пакетах Дуже вкусный Иди покажи Я тебе сейчас покажу Пошли Иди Подними меня прежде чем Чтобы я пошла Ой Подожди Боже мой И вот это Девчата Ей так постоянно И погано Я ей кажу лежи Ничего не роби Я буду все робить Все буду я робить Я если вот так сяду и ляляну Я потом уже все не встану Пошли Покажи Вот смотри покажи Как ты ведешь А да Мика дуже круто навела порядок И зробила ось эту нишу Смотри Женя Бля гипочки Которые он носит Да Дуже круто Я освободила Жене место Потому что Женя любит Садиться Вот здесь обуваться Он постоянно злится Что здесь валяется Моя косметика Да Я тоже люблю А теперь я убрала все в один уголок И Женя теперь Хорошо будет Женя молодец Сидеть И где Бачишь Справа кажу Ника Будласька Справа чай Ось цей Вин дуже смачный Я сегодня рубил Так у тебя весь чай в заварке был Я не знаю как ты его делал Ну тут же противоровал Потому что прорвался пакетик Магом А ,магом А ду же прикольный чай Я тоби скажу А.... да хочешь без проблем здесь другие коврики были их выкину скатер я потому что тебе очень тяжело ходить с этим животиком у Ники есть картина, она занимается малюванием картин я люблю рисовать по номеркам у тебя есть картины, которые ты можешь показать всем, которые ты сделала? есть конечно, но это надо чтобы папа сказал, чтобы он сфотографировал а не дома там у меня голубая кошечка голубая помнишь? да, она очень большая и здоровая больше есть чем эти? или такие только? ну такие короче, она их щелкает и сидит с утра до ночи сидит и рисует по номеркам и очень красивые картины рисует честно я четыре картина уже нарисовала тебе нужно как-то показать ролик снять, как ты это делаешь трех котиков и одну девушку друзья, всем доброго вечера, мы из Украины мы начинаем с вами Евгений и Султан да, Султан сегодня я нашел очень хорошую такую в квартире мы с Никой все чтобы вы понимали, смотрите, что мы тут разбираем тут полный пипец Ника сразу все закрывает она понимает, что потом начнут кричать все вообще мы начали с ней вот такую маленькую барахолку социальную кухню с верху, если поднимать и тут начинается все мы хотим тут все разгребсти а там много изделий осталось? не, не очень много тут фигня еще а то потом можно будет туда складывать там всякие кастеринки да, и смотрите, что хотел я вам еще показать, что мы нашли мы нашли бокс для камер новый вот такой часики какие-то раритетные какие-то простыни аллергена форма от Тэквондо желтый и смотрите, самое интересное что мы нашли а ты только выкидывай или тебе на это поставить чтобы на не, мне не мы нашли вот такой старый телефон кто знает Женя хотела спросить что это может кто-то не знает хотя да если вы смотрите меня или вы там от 2000 какого от 2004 года как Лерка интересно кто знает что это такое что это за аппарат но вот эта штука палка даже на тут а сначала надо было показать вот так а потом а это загадывается а фиг его знает может это какая-то рация вот вот так должно лежать вот у меня папа хрустная кричалка когда лежала как-то трубка не верно так? ага если трубка как набирают номер все то смотрите Ника давай сейчас давай проведем так эксперимент бачишь это телефон ты уже знаешь что это телефон я знаю давай допустим что он работает полностью он работает что нужно делать чтобы дозвониться допустим до твоей мамы ну давай представим снимаешь трубочку вот молодец я думаю ты сейчас начнешь тупо крутить для набирать дальше снимаешь трубочку и внизу у меня был номер 5 7 7 3 это твой номер был? да а у меня был 4,36,20 я на все життя все повинен у меня 5,77,73 а я так ты верна все верно ты умничка ну ты 96 роста ты все равно ты все знаешь А Лерка, когда мы поехали на телепередачу, нас пригласили на 1 плюс 1, по-моему, вы все помните это в видео, ей задали такой социальный вопрос. Питание такое. Лера, что это такое? Типа, поставила так телефон, что это такое? Она говорит, ну, это телефон. Это же сомка, еде на телеканале. И говорит, а ну, как на него надо звонить? Это Лера, по-моему, так палец засовывала, тикала. То есть, не... Не клацает. Вообще, не богатого знают, ну, не богатого из девчат. Ты представляешь, в каком разном веке, блин? Вообще пипец. Просто пипец. Ой, а мы вермошель варим. Сегодня варит кушать Женя? Да, я сегодня сделаю в Ницце праздник. Так что у нас... Свято. Ну, будет свято, да. Свято. Да, конечно. И, кстати, у меня, наверное, вот такой телефон был. Как вот тут. И еще знаешь, что самое интересное? Держи, тримай. Это я ж только что-то... Самое интересное, что бачишь, это телефон одного столетия. Это телефон другого столетия. Это уже потом, это уже потом, это уже можно. Да, и вы дивите, какая разница. Это же, ну, это просто... Просто якийсь трындец. Панасоник это, да? У тебя был такой телефон? Нет, это сильно крутой был телефон. Да, это был сильно блатный телефон. У нас такого нет. Мы все звонили ось так. Алло. У нас не было, нет. У меня первый телефон, который появился, это жабка. У меня тоже. Вот так. А, это немножко. Нет, у меня не было. А, нет. А какой первый, Женя? Вот жабка, которая открывается вот так или... Нет, не жабка. Которая вот так. Первые телефоны были Моторола. Все, уже нормально. Все, выключать? Все, я выключаю. Чуешь? Самый первый телефон, когда в моем веке, это я купил в 2000 году. Это среди моей молодости, среди моей компании. Я был 16-летний хлопец, 16 лет, 2000 год. Випустили им телефоны, первые такие маленькие Моторолы. Этот телефон стоил больше 100 долларов. На то время 100 баксов, это просто космос. Просто квартира стоила на то время десь 1500 долларов. Квартира. За 100 баксов был телефон. У меня был этот телефон, я его купил, но у меня не было возможности ни с кем перезвониться. А зачем ты? Мне матерь выслала из Израиля гроши. Вона когда-то уехала в Израиль, нелегально работала. Нелегально там, жила 6 лет там. Я идти в гостях? Да, и вона выслала мне деньги. Я купил этот телефон, но купил для того, чтобы не выделиться, а для того, чтобы позвониться с ней. Ну, с родными. И она, прикинь, мне постоянно на телефон звонила. И это единственный человек, который мне звонил. Я так ходил просто с телефона. Все, блин, что это такое? Это мобилка. Но я не могла ни с кем перезвониться. И потом, проходи месяц-два. Прикинь, через два месяца сын валютчиков на нашем рынке купляют ему тоже телефон. И мы это сын валютчика, дитина валютчиков и я. И мы это вдвоем только перезвонимся. Ты, когда будешь, давай. Он собирает из своего района людей. Хлопцы, ты девчонки. Телефон больше не было? Больше никого не было. Було в бизнесмене. Ну, в бизнесмене было. Я говорю про себя, как за дитину. А как же вы там находили друг друга? Вин, раньше? Без телефона. Ну да. Без телефона. Доварялись там на дискотеку куда-то. А все догмовлялись на годину, ну, якусь. Ааа. Там дэнс був там з девяти часов вечера на девяту годину. Або всі во дворах. Всі знали мої двори. У Джона во дворах. Если кто-то опаздывает или не придет. Если кто-то не придет, то по херу он пропустил просто слева. Мы же раньше там тоже, типа, блядь, всі собирались, типа, бухали, короче, там, хорили. Ну, на то время. И все, мы не называли Женя, мы не знали, ну, как, знали, что я Женя, но все время по псевдониму Джон. Я всегда был в Джон. И у этих дворах, в которых я живу, это мои двори. Казали так. У Джона во дворах. Да. Джона, там макароны надо через сито уже, простите. Ладно, будем что-то делать. Что же там за такие макароны? Ребята, я вот все размешал с маслом. А ты, наверное, пол пачки масла туда влупил. Нет. Ну, как? Можу я робить? Самые лучшие макароны в моей жизни. Нет, честно, только без этого. Нет, вкусно все. Ой, дякую. Очень вкусно все. Ну, я стараюсь. Я никогда не говорю, ты что, действительно ничего не умеешь вообще готовить? Бо ты никогда не готовишь. Ладно, каже, я уезжаю, ты даже собі ничего не робишь. Так я когда еду, мне надо надо готовить, потому что он будет голодаться. Нет, я все умею. Я все умею. Взагалі все умею готовить. Можу плов зробити. Борщ можу зробити. Все таке. Я там не можу зробити вареників, ну вот таке там. И випечку якусь не можу зробити. Але поеду, жаркує там салат и олівье, це без проблем. Вау. Взагалі без проблем. Взагалі без проблем. Взагалі без проблем. Але просто в мене дуже велика лень. Я все своє життя проїздив по світу, працював і жив у колективі. І ми повинні були якось правильно існувати, вишивати. І треба було готувати, стирати і так далі. І я це все робив. Але коли зв'язався, своєю життю зв'язав з публічностю, з ютубом, то мені вже не до цього, бо треба працювати, снімати, робити, думати, щось там, монтувати. І коли в тебе є, Люба, твоя дівчина, то чому б і ні? Вона ж може це зробити. Я просто все влінно думала, що потихоньку не зготують. Отвічай, я все вмію. Я тебе клянусь, я собі медалі не вішую на груди. Я знаю просто себе. Я цим нічим не виділяюся, але я знаю, що я можу. Захочу, я зможу все. Просто в мене лень. Отвічай, тупо лені все. Я ж тобі кажу, полежи, якщо тобі треба, я сам встану і приготую. Ах, ти тако говориш, що я... Я привик просто питатися читати, там, по ресторанам пішов, в кафешку пішов, утром, в обід. Ми просто раніше так привикли. А що ж, коштів було до хіра ти заробляєш. Ну, вплоти, я ж тобі говорю, я собі дозволяв, у мене 12 нянь, 12 стілок робила із бабушкою. Я дозволяв собі оплачувати все, готувати. Але зараз, звісно, скрутно і приходиться вже вчитися і собі готувати, бо такої вже роботи нема. Так що це для мене не є проблема взагалі. Приготовити це не є проблема. Нужно буде, без проблем. Ти можеш лежати, я можу все готове. І борщика можу, дружовка, смачного, красненького зварити. Борщик? Так, з м'язком таким наваристим. Ти будеш просто, блін, свої кінцівки обголізувати. Я жду от тебе борщ. Та ти що? Так. Ладно, треба далі. А, ти це робила, так? Салатик? Ти не салатик. Як ми, як ми, як воно там валяється, знайшли цю штуку. Короче, ми знайшли жінську піську. Знайшли жінську піську, короче, у кладовці. Так, ось ці, поки мене немає, вже не таким займається. Покажи. Показати? Ось, дивіться. Так, чи як? Так. Так, я намекав. Що це я? Це не я займаюся. Я взагалі не знаю, якого. Та вже не підкинули. А вона длина чи що? О, блян. О, це як це. Це мені хтось підкинув таку фігню, хлопці. Жінська піська. Ну, в натурі, вона якась мяка, чуєш? Йо-має, блян. Тупо женську піську знайшли. Хтось підкинув, короче, блян. Так, так, так. Ні, так підкинули і забрав і туди, типу, нахер не кинули. Вона нова в коробці лежала. Звісно. Що, ти ще скажеш, що я її перевіряв? А що скажеш, ні? Ти що? О, боже. Що з нею робити? Їй можна як підкладка якусь... Скільки тут сантиметрів? Я не знаю. Я не знаю, що це визначає взагалі. Це не до мене відноситься. Але в мої кладовки знайшли. Не, я не з'їжджаю. Думайте, що хочете. Хорошо, хорошо. Що? Я голодна. Зміняють все після? Чи що? Так, думаю, що поки я виїжджаю, ти... Ти що, ні. І ось такий смачний на нас зрання завтрак вийшов, да? А я ж завідуваю, вже не такі яці красиві получаються. Так, в мене красиві. Це я просто нарізав тобі, отрізав і в мене чот-чуть розтеклося. Але я такі люблю. Прямо як в ресторані тебе знаю? Так, в ресторані. Так, ой, в Дубаї так класно яичниці готують. Це піпець. Я тобі таку дубайську прям зробив.